Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своем заказе в компании Avon по 12 каталогу. Приобрела я несколько наборов, с них я и хочу начать. Первое, это набор из пяти средств. В состав набора входила пена для ванн с ароматом сочного, точнее спелого арбуза в объеме пол-литра. Про эти пены я уже не вижу смысла долго распространяться, потому что все про них и так знают. Хорошие, качественные, прекрасно пенятся, огромное количество разных ароматов каждый найдет себе по душе. Стоят достаточно бюджетно и довольно-таки экономичные. Следующее средство, это скраб для тела увлажняющий, спелая клубника. Не первая уже моя баночка, с удовольствием пользуюсь таким скрабом, а точнее я бы назвала его скорее пилингом летом, чтобы не сдирать загар. Также, мне кажется, это средство подойдет для тех, у кого сухая кожа, потому что мягкое средство, кремообразное, мелкие там скрабирующие полиэтиленовые частички. Они кожу хорошо полируют, но никакого жесткого воздействия на кожу при этом не оказывают. На лето неплохо, аромат довольно-таки приятный. Следующее, что здесь попадается, это жидкое мыло для рук из серии Сенсос, цитрусовый заряд, сочный грейпфрут и мандарин. Приятный аромат, очень удобная форма упаковки с дозатором. Мыло это достаточно густое, экономичное, объемчик здесь 250 мл. В каталогах стоит довольно дорого, уже больше 100 рублей. В составе набора, по-моему, 60, что ли, я считаю, что это нормальная цена. Я не помню, сушит это мыло руки или нет, потому что мыло у Эйвен я покупаю крайне редко, но с удовольствием буду им пользоваться. Следующее средство я не очень понимаю. Это бальзам-спрей для волос Малины Гибискус. Такое противоречивое средство. Оно не для того, чтобы волосы лучше расчесывались. Оно для того, чтобы они приятно пахли. И все было бы неплохо, если бы на первом месте в составе не стоял спирт. Не совсем понятно, зачем его туда добавили в таком огромном количестве. Не пересушит ли этот спирт волосы, неизвестно. Но пользоваться, конечно, буду редко, чтобы проблем с волосами не было. Аромат, конечно, потрясающий. Здесь не поспоришь. Но я не понимаю, зачем оно нужно. Можно просто духами подушить волосы, если уж очень захочется, чтобы они приятно пахли. Последнее, что было в составе набора, это крем для ног. Крем от натоптыши с альфа-гидроксикислотой. Уже в обновленной версии, в обновленном дизайне. Объем крема 75 мл. Крем хороший, действительно неплохая такая рабочая лошадка. Заявлено, что он смягчает сухую, огрубевшую кожу, делая ее гладкой и увлажненной. Действительно, все это так. Крем кожу действительно смягчает. А если под носочки наносить, то действительно ноги становятся более ухоженными. Но если с ногами какие-то проблемы, то он их, к сожалению, не решает. Что касается содержания вот этой самой альфа-гидроксикислоты, то она может вызвать солнечные ожоги на коже, как здесь написано. И пользоваться этим кремом желательно, конечно, либо на ночь, либо в холодное время года. Уже не первая и даже не десятая моя баночка. Пользуюсь с огромным удовольствием. Следующий набор – это набор для проблемной кожи из серии Клиарскин. В составе набора была такая очищающая пенка. Пенка хорошая. Пенка эта содержит 2% салициловой кислоты. Она очень хорошо очищает кожу, но она ее сушит. Из-за этого такой пенкой я стараюсь либо не пользоваться, либо пользоваться крайне редко. Отдаю мужу. У мужа кожа более, конечно же, грубая, как и у всех мужчин. Более жирная. Ему эта пенка подходит, он ею пользуется. Нельзя сказать, что какие-то там восторги, но, тем не менее, нареканий тоже каких-то особых нет. Если выбирать между пенками Эйвен, я выбираю Нутроэффект. Пенка мягче, нежнее и мне подходит лучше. Второе средство в составе этого набора – это средство для ночного ухода. Опять же, содержит 2% салициловой кислоты для проблемной кожи. Это ночное средство. Им, конечно, лучше пользоваться на ночь. Ну, а, собственно, днем вам и не понравилось, будем пользоваться. Объем у тюбика 50 мл. Средство это, как здесь заявлено, ухаживает ночью за природными процессами вашей кожи. Содержит максимальную концентрацию салициловой кислоты. Но достаточно это средство, как здесь заявлено, мягкое, чтобы его можно было использовать каждый день. Вот такой вот тюбик 50 мл. Что еще у нас? Заметно уменьшает покраснение уже через 3 дня. У меня, кстати говоря, такое средство уже подходит к концу. Скоро попадет в пустые баночки. Могу сказать, что мне оно понравилось. Оно действительно неплохо справляется с проблемами. Но больше 3 дней подряд я им ни разу не пользовалась. Во-первых, оно неплохо подсушивает какие-то несовершенства, но кожу может пересушить. Во-вторых, из-за вот этой самой салициловой кислоты оно неплохо текстуру кожи сглаживает. Кожа на третий, например, день становится более гладкой. Но мне кажется, если пользоваться им неделю или две, она станет просто чувствительной, а это не очень хорошо. Локально можно использовать, можно на все лицо наносить. Пользуюсь для профилактики. Но эта серия, к сожалению, подходит не всем. Поэтому рекомендовать именно это средство я не могу, но сама пользоваться буду им с огромным удовольствием. Последнее в составе этого набора лосьон, ежедневный, точнее, ежедневно очищающий тоник для проблемной кожи. Тоже с салициловой кислотой, но он на первом месте содержит спирт. Разумеется, пользоваться им ежедневно с моей проблемной кожей. К тому же уже скоро возрастной кожей просто нельзя. Но локально я буду, конечно, его использовать, как и многие тоники похожего действия, которые у меня есть в запасах. Объемчик здесь, кстати говоря, очень маленький, 100 мл. Так, это было два набора. И третий набор я приобрела не для себя, а на подарок. Это вот такой замечательный набор Hello Kitty. Когда-то я его уже приобретала, но так получилось, что я его перепродала. Но покупала я его для своей крестницы и в глубине души все время думала, что надо бы все-таки ей этот набор приобрести. И наконец-то созрела, была неплохая цена на этот набор. И, в принципе, меня ничего не останавливало в этом каталоге. Ничего более интересного для себя я не нашла. Наборчик очень приятный. Кстати говоря, да, он идет зафольгированный. Но фольгу я сняла, надеюсь, никто не обидится. Ни моя подруга, ни ее дочь. Который я его подарю, наверное, уже на Новый год. Но да, это не важно. Что же у нас здесь в составе набора? Детское жидкое мыло в объеме 150 мл. Посмотрите, какая баночка приятная. С дозатором очень удобно пользоваться. Я его, разумеется, это мыло не открывала. Надеюсь, оно будет приятно пахнуть. Но сроки годности нарушать мне бы не хотелось. Следующее средство тоже для ручек. И это детский крем в объеме 50 мл. Ничего про него не написано. Смягчает он, наверное, увлажняет. Я думаю, что очень приятно будет получить такой крем в подарок. Маленькие девочки должны с юных лет учиться ухаживать за собой. А руки это очень важная часть женского тела. Потому что руки и шеи в первую очередь выдают наш возраст. Чем раньше начинаем ухаживать, увлажнять, питать и заботиться, тем лучше. Следующее, что в составе этого наборчика, это детская туалетная водичка в объеме 15 мл. Я ее уже попробовала. Она пахнет сладенько, довольно приятненько. Ну, разумеется, она не стойкая. Но я не думаю, что это важно. Да, кстати, вот так выглядит тюбик. Это пластик. Чтобы не разбилось, чтобы ребенок не поцарапался, сделано это из пластика. И последнее у нас здесь это, что это? Детский блеск для губ с ароматом Тутти Фрути. Тоже маленькая такая упаковочка. Объем блеска 9 мл. Симпатичное тоже оформление. Цвет вот такой розовый с блесточками. Посмотрите, какая прелесть. Сама бы пользовалась. Но нет, все-таки подарю. Надеюсь, что он будет приятный на вкус и на запах. И моей крестнице понравится. С наборчиками это все. Что же еще я приобрела для мужа? Появилась в каталоге новинка. Вот такой шампунь-ополаскиватель из серии Avon Man. Здоровые волосы. Этот шампунь имеет в своем составе некий активный Z-комплекс. И должен бороться с перхотью. Да, помимо всего здесь есть экстракт алоэ, витамин Е и экстракт ромашки. При регулярном применении уменьшает проявление перхоти. Перхоти у моего мужа регулярной, постоянной нет. Но она периодически появляется, я думаю, как и у многих мужчин. И такие шампуни я периодически покупаю. Какие-то новые, я уже думаю, всем известно, что он пользуется Clare Man. Это единственный шампунь, на который нет никакой аллергии, никаких проблем он не вызывает. Надеюсь, что с этим шампунем тоже проблем никаких не будет. Объем здесь 250 мл, но я пока что его не открывала много. И так шампунь не стоит в ванной открытой, так что этот пока постоит в запасах. Для себя приобрела, я просто не могла не приобрести, такой маленький крем для рук. Из серии Планета Спа, безмятежность Прованса. Я этот крем не открывала, у него объемчик 30 мл. И стоит он небюджетно для такого объема, поэтому я надеюсь, что он будет действительно неплохо работать. Обещают нам увлажнение и уход. На ароматизированной страничке, я так ее потерла, и вы знаете, мне очень этот аромат понравился. Очень нежный такой, лаванда, действительно, возможно, с жасмином. Приятный, нежный, ненавязчивый, дорожный такой вариант. Тюбик очень удобный, симпатичный. Вот третий пока что в моей коллекции. Может, я его на еще что-нибудь интересненькое выпустит. Пока не открывала, потому что потребности пока нет. Приобрела я также по акции себе два лака. Обновили они серию гель финиш. Теперь она называется гель шайн. Я взяла себе два вот таких интересных лака. Когда я смотрела в каталоге лак, мне нужен был желтый. И мне показалось, что вот этот в оттенке спелый лайм или сочный лайм будет желтым. Но нет, он действительно лаймовый. Он не совсем подходит для моей затеи. Я в последнее время увлеклась градиентным маникюром, как это можно видеть. И мне захотелось вот к этим двум цветам, к розовому и оранжевому, добавить желтый. Чтобы сделать такой тройной градиентный маникюр. Ну вот, не получилось этот лак. К сожалению, не желтый, он такой зеленоватый и не подходит к этим оттенкам. Ну ладно, пусть пока будет, потом придумаю, что с ним делать. Что касается кисточки, кисточка в этих лаках. Сейчас попробую открыть. Ну стандартная уже такая, широкая. Лак наносится хорошо. Он не полосит и не плейшивит, что меня очень удивило. И такие оттенки достаточно капризные обычно. Хорошо уже даже в один слой смотрится. Но я по привычке наношу, конечно же, два. Пока не знаю, что буду с ним делать. Но, надеюсь, придумаю. Второй лак я взяла по акции. Два за 229, по-моему, такая была акция. И это оттенок спелая ягода. Здесь нет шиммера, здесь просто такой кремовый лак. В каталоге, к сожалению, он более темный, более насыщенный. И более бордовый, что ли. А на деле он, не знаю, какой-то... Вам все равно непонятно будет с моим искусственным освещением. Но он более такой малиновый, что ли, или даже фиолетовый уходит. Не совсем то, что я хотела, но лак довольно приятный. В один слой отлично перекрывает ногтевую пластину. Симпатичный, надеюсь, мне понравится. Ну и последнее, что я вам покажу, это шармики, которые я приобрела за 30 рублей. Выбрала я вот такой наборчик. Вот здесь луна, солнышко и звездочка. Наборчик, ну, в принципе, неплохой. За 30 рублей очень даже неплохо. На браслете это выглядит все вот так. Но я посидела, подумала, решила, что нет, этот браслет я носить не буду. У меня есть Sunlight, который я просто обожаю. С шармиками даже два браслета. Есть Pandora. Мне вот это недорогое удовольствие как бы ни к чему. Ну, дешево и несердито совсем. Поэтому я этот браслетик подарю. Но вот с этими шармиками я, честно говоря, даже не знаю, что делать. Потому что они мне очень-очень нравятся. Вот эти вот, вот эта звездочка и вот эта вот луна. Очень они мне понравились. И я вот думаю, не приобрести ли мне где-нибудь в магазине рукоделия какой-нибудь такой толстенький шнурок кожаный. Сейчас в моду входят чокеры. Девочки мастер-классы показывают, как эти чокеры. Или уже вошли они в моду, как эти чокеры делать. И мне тоже чего-нибудь такого захотелось. Но вот с этими ленточками я, честно говоря, не хочу морочиться. Я просто куплю шнурок толстенький. Повешу на этот шнурок вот такой, например, шармик. И повешу все это дело на шею. Я думаю, будет симпатично. Ну, надо попробовать, надо посмотреть. Может быть, мне понравится. Тогда буду с удовольствием носить. Если эта идея провалится, то я все эти шармы вместе с этим браслетом подарю двоюродной племяннице своего мужа. Ей 15 лет. Я думаю, для нее как раз это будет даже неплохо. Если потеряет, то и не жалко. Так что вот такие шармики. Вот такой заказ. Не очень большой, но довольно-таки интересный. Надеюсь, вам тоже было интересно и, возможно, даже полезно. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Всем пока!